Дорогие друзья, вас приветствую из Джиматем. У нас сегодня должна сейчас приехать администрация, которая пытается доказать о том, что это все законно, все нормально. То, что мы видим, что происходит, это закладные, очень нужные и важные бетонные блоки, которые должны находиться в теле пляжа в песке. Вот мне очень интересно их послушать и, говорится, поддискутировать. Единственный договор, что должно все пройти без камер, то есть в лицо снимать нельзя. Охренеть. Ну жалко, что. Я постараюсь все запомнить и вам передать и рассказать. Сегодняшние изменения. Вот так вот уже появляются типа навесы. Но самое интересное, друзья, знаете что? Потом отпиливаются эти трубы и используются как сваи. На них можно строить все, что угодно, потому что это уже фундаментные блоки, которые находятся внутри теле пляжа. Давайте подождем, сейчас они должны подъехать. Итак, как мы видим, здесь у нас происходят вот такие вот деяния, как раз таки ФСКи, закопанные в песок в морской воде, которые меняют гидрологии нашего побережья и не приносят никаких плюсов. У нас пытаются объяснить, что вот это были специальные буры, которые выкопали непосредственно эти ямы. И далее это очень важная, нужная вещь для того, чтобы поставить те самые навесы. Вот это тоже очень-очень важная тема была, чтобы пробить гостинице свой собственный проход сквозь дюны. Тоже прям очень-очень важно. Повторяюсь, потом эти трубы срезаем. У нас получается офигенный просто, так сказать, фундамент для постройки на пляже чего-либо. Потому что уже прям хорошо, прям подготовлено все здесь. И таких ям здесь огромное количество. Мы можем увидеть, что именно сюда уже доходят шторма. Что-то, смотрите, поймалось в этом месте. Уже получается, что такая грусть, печаль непосредственно размывает. Ух, я чуть-чуть тоже не упал в эту яму, господи. Эти ямы. Хотелось бы, чтобы этого не происходило. Но, к сожалению, это здесь сейчас именно происходит. Печально. Представители администрации города-куроркта Анапы Людмила Владимировна их всех сегодня сюда привела. Надеюсь, что получится пообщаться и понять данную ситуацию, которая здесь происходит со всех сторон. Разговор прошел плодотворный. Завтра запланируем встречу как раз-таки с Росрабоводством, с прокуратурой. И будем разговаривать насчет всего того, что здесь происходит. Прошли полностью по всем дюнам, проходам. Я показал, где приезжал губернатор. Рассказал, как там все начиналось. Показал, какие последствия того, что там происходило. Ну, и меня пытаются убить. Что это жизненно необходимая вещь. Такая максимально безопасная. Я им озвучил вот этот вопрос о том, что срежут эти трубы. Поставят всех у конструкции и все. Я говорю, чтобы потом их отсюда убрать, придется так же, чтобы заезжал трактор. Продемонстрировал, что уже здесь и сейчас приходят волны. То есть, это пляжная территория. Уже подходит вода. Это нарушение, получается, водного кодекса, который от берегового реза регламентирует наличие 20 метров для общего доступа всех людей. Вода уже здесь, вот в этих ямах принесла с собой кучу мусора, который сюда попал. Который отсюда уже никто не будет доставать, чтобы не быть балабом. Смотрите, вот они уже все палки, мусор, пластика. Но все так и останется, закопается в пляже. Плюс там уже внутри лежит ФСК. Очень хочется конструктивного диалога. Почему-то администрация говорит, что я постоянно отказываюсь с ними встретиться. Хотя там много было уже договоров, разговоров. И постоянно были переносы с их стороны. Надеюсь, что в этот раз сможем пообщаться и договориться, чтобы все дальше происходило именно в хорошем, позитивном ключе. Ну, по крайней мере, этого очень сильно хочется. В днях представлена общая концепция как раз-таки благоустройства всех этих территорий. Осталось только попробовать убедить, что вот такое благоустройство это не есть хорошо. И что есть, допустим, вот я пример приводил в Азорный берег, где без вот этого всего все работает и все хорошо, и ничего не надо им там делать. Так что, друзья, будем надеяться и верить, что будут какие-то изменения. Мне хочется, чтобы к нашим пляжам относились трепетнее, чтобы люди понимали, это наше сокровище. Вот меня спрашивают, вы где отдыхаете? Я говорю, здесь, на всем Черноморском побережье, мне больше никуда не надо. О чем со мной разговаривать, да, когда я не был на других курортах, не знаю, как там проводится отдых. Но почему-то мне кажется, вот из общения с вами, что многим нужна только чистое море, безопасные чистые пляжи и туалеты. И тогда наверняка Анапа станет самым топовым курортом. Хотя, даже сейчас мне сказали, что в Анапу приезжают бюджетные люди отдыхать и хотят, чтобы сюда более богатые приезжали. Ну, как я и говорил, на все сейчас насцелена вся эта компания развития нашего курорта. Друзья, они приезжают сюда тоже. Вот сейчас построили там большие эти отели, в которых будут просто нереальное количество бабла стоить. И они будут забиты и стоять, я просто в этом уверен. Но разговор-то в том, что вот такое благоустройство, как мы здесь сейчас видим, варварское, я считаю, кончунство. Просто так относиться к нашим пляжам. Ведь после него вот можно нарушить экосистему. И можно убить и потерять все остальные пляжи. Есть пример жемчужной России, которая сделала такие же блоки, установила там солярии. Думали, все будет классно, круто для детей. Это все будет классно. Я порезал на них, на остатках от этих свай, колени свои. И никто их оттуда так и не убирает. Другие люди говорили мне о том, что... Даже не говорили, они показали мне карту, на которой расстояние с 85-го года до сей момента, я это видео публиковал, вы, наверное, видели, было потеряно 60 метров береговой линии. Из-за того, что остановили естественную миграцию песка. Дай бог, чтобы этого не случилось. Здесь и в таких местах. Надо очень-очень аккуратно ко всему этому подходить. С вами был Юрий Азаровский. Хочу поблагодарить Людмилу Владимировну за то, что ей удалось достучаться до администрации. А администрацию хочу все-таки попросить более хорошо и благоприятно относиться к нашим пляжам. Я, как и обещал, не снимал, звукозапись не вел, потому что я всегда держу свое слово. Всем пока! Продолжение следует...